За последние пять лет число местных жителей, которым поставили диагноз «рак», увеличилось на 24%. В основном это заболевания желудка, легких и молочной железы. Такие данные озвучили во время пресс-конференции. Ее провели врачи Ниниско-окружной больницы. Главная тема – онкоситуация в регионе. Цифры статистики неутешительные. Сегодня на учете у медиков состоят порядка 800 пациентов. Это не только взрослые, но и дети. Все подробности в материале Александры Литковой. Нерациональное питание и вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, а также наследственность – основные причины возникновения онкологических заболеваний у жителей региона, отмечают медики. Опухоль, она просто так не появится. Понимаете? Нужна какая-то площадка для этого. То есть любое хроническое заболевание, есть облигатные предраки, то есть предраковые заболевания, которые, возможно, превратятся в 80% в рак. Вот за ними нужно тщательное наблюдение. Поэтому у нас осознаны группы диспансерного учета по предраковым заболеваниям. То есть, например, если у человека есть хроническая обструктивная болезнь легких, да, человек курит, да, факторы риска, которые есть, человек злоупотребляет алкоголем, три фактора риска, плюс хобл на фоне этого часто появляется рак легкого. С начала года на учет у врача-онколога уже встали 72 человека. Это те люди, диагноз у которых подтвердился официально. Медики говорят, в последнее время очень часто опасную болезнь выявляют у женщин. В основном рак молочной железы. Одна из главных причин – отказ от грудного вскармливания. Женщины не хотят кормить святей грудью. Очень высокий риск развития онкозаболеваний. Плюс частые аборты. Это тоже очень высокий фактор риска развития данной патологии. Это высокая группа. И обычно те женщины, которые отказываются кормить грудью, которые делают часто аборты, у них чаще всего возникают такие состояния. Онкология с каждым годом молодеет. Если пять лет назад случаи заболевания у людей, кому до 40, не регистрировались, то сегодня они выявляются и у граждан моложе 30 лет. Кроме того, высокой остается и смертность среди пациентов. Только с начала года уже 39 умерших. При этом растет число случаев раннего выявления рака. Первой и второй стадии. На сегодняшний день оснащенность Ненецкой окружной больницы позволяет диагностировать практически любые формы онкоболезней. Речь идет не только о функциональной или лабораторной диагностике и скрининговых исследованиях. Я имею в виду онкомаркеры, флюорография, маммография. Те исследования, которые традиционно входят в такие скрининговые исследования. Но и детальные исследования, связанные с верификацией опухолей. Это эндоскопические исследования желудочно-кишечного тракта, эндоскопические исследования легких, некоторые другие. Эти исследования позволяют не только визуализировать процесс, но и брать материал на так называемое гистологическое исследование. А вот результаты анализов пациентов, в которых сомневаются местные медики, отправляют для более детального исследования в Архангельский онкологический диспансер. Между тем, уже скоро каждый житель региона сможет абсолютно бесплатно пройти так называемый онкоскрининг. Он будет включен в плановые профилактические медосмотры. В объем диспансерного обследования таких пациентов включили в том числе обследование на онкомаркеры. Понятно, конечно же, что обследование на онкомаркеры не является стопроцентно достоверным и стопроцентно специфичным, но тем не менее это путь для улучшения и для, так скажем, усиления акцентов, усиления внимания по, так скажем, онкологическому поиску. Да, просто существует на самом деле очень большое количество онкомаркеров, но далеко не все эти онкомаркеры являются специфичными для именно диагностики онкологического процесса. В августе врачи Ниньской окружной больницы отправятся в Архангельск для проведения серии консультаций с коллегами. Результатом этой поездки станут договоренности, которые позволят улучшить качество обследований пациентов. Также планируется организовать телемедицинские консультации с онкологами из других регионов. На наш взгляд основная перспектива в улучшении лечения это развитие удаленных телемедицинских консультаций. И удаленных телемедицинских консультаций с тем, чтобы наши онкологические пациенты не выезжали просто на осмотр в Архангельск или Санкт-Петербург, а проводили эти консультации дистанционно, с тем, чтобы дистанционно назначалась, дополнительно корректировалась терапия. И наши пациенты эту терапию здесь получали. На пресс-конференции отметили, некоторые пациенты, которым поставили диагноз «рак», зачастую отказываются от лечения. По словам врачей, таких случаев не должно быть вообще. Ведь онкология – это не всегда приговор. На сегодняшний день медицина шагнула далеко вперед. Поэтому успех в лечении в первую очередь зависит от стадии заболевания. Чем раньше человек обратился за помощью, тем выше шансы победить опасный недуг. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Продолжение следует...